Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я поясню, живу в Турции, перевожу на русский язык новости, все, что у нас здесь в стране происходит. Новости, сплетни, о чем на самом деле интересуются турки. Если вам это интересно, то добро пожаловать на канал. Это мой личный блог без претензий на профессиональную журналистику. Я просто занимаюсь переводом новостей. В инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь. Сегодняшняя новость будет самая первая и она самая последняя, которая сейчас, в данный момент, когда я снимаю это видео, обсуждается в соцсетях турецких. В обычной общеобразовательной школе Сарьер учителю, которая предположительно предупреждала, отчитывала и наказала своего ученика за издевательство над другими учениками, родитель, отец этого мальчика, который пришел в школу, просто с одного удара сломал челюсть. Женщина упала и, в общем, мужчина пришел на разборки в школу. В интернете сейчас верстится видео с школьных камер видеонаблюдения, на которые мы видим, что женщина идет по коридору, учитель во время перемены. И мужчина без разбора просто подходит с одного раза, простите, врубает эту женщину. Отвратительно вообще, страшно. В комментариях, в интернете вообще люди, конечно, это все обсуждают, что это беспредел, что это дикость, и вообще это кошмар какой-то. Хочу отметить, как житель здесь, что эта тема периодически бывает где-то за учебный год, раз-два в новостях по стране. Это бывает не только с учителями, но и с врачами. Вообще с врачами была долгая история, если вы помните, где-то год назад, полтора. Это была острая тема. Врачи выходили в протест, был хэштег на эту тему. Аркан, кстати, врачей тогда поддержал за то, что они могут подвергаться на службе своей опасности от пациентов, в частности учителей. Если мы берем образование, то здесь бывают случаи, когда и учителя перегибают палки, учителя наказывают детей или поднимают на них руку, дают пощечины. Были такие случаи два года назад, я помню. Было страшное дело, потому что камеры это запечатлили. И также история, когда и родители, или ученики нападают на детей. В последнее время могу отметить, что этого стало поменьше, но либо это не попадает в такое поле социальное, медиа, и не так форсится. Но если такая тема появляется, конечно же, без внимания она не остается, как и вот эта история. Будем смотреть, какое последует разбирательство за этим. У нас грядет развязка истории российского посольства Российской Федерации Turkish Airlines, а точнее с тем, что эта кампания не позволяет людям транзитом Стамбуле полететь в Латинскую Америку. Turkish Airlines перестали продавать единые билеты из России в Мексику с пересадкой в Стамбуле, а уже купленные заранее билеты компания в одностороннем порядке аннулировала. Эти билеты, кстати, если у кого-то они есть, можно обменять или вернуть на сайте Turkish Airlines. С начала апреля у россиян вообще возникают проблемы с поездками в Латинскую Америку, я напомню, с вылетом из Стамбула. Чаще всего авиакомпания не дает каких-то письменных объяснений, ответов на письма, если такие поступают, просто отказывают пассажирам в посадке. Они поменяли пятый пункт своих правил, это у них тоже на сайте отображено. Напомню, что в предыдущем выпуске новостей мы говорили о том, что Россия подала ноту, скажем так, запроса официально-юридически в турецкое консульство в Москве, в турецкому правительству в Турции и официальному офису Turkish Airlines, они ждут ответа до сих пор. По результату, скажем так, этого обращения на бумаге, молча, без реакции, результат такой, заблокировали билеты и аннулировали. Вообще тема набирает такой интересный масштаб. Но переходим к теме туристической, точнее ее продолжаем, потому что у нас грядет туристический сезон в Турции. Введен запрет несогласованных заездов в магазине в Турции на экскурсиях. Знаете, это когда вы едете на какую-то экскурсию, например, на завод производства ковров, а вас завезли при этом в какой-то магазин туристический, и вы там полчаса гуляете, типа что-то покупаете. На самом деле, среди принятых в парламенте недавних поправок есть такая поправка хорошая, которая запрещает юридический завоз туристов туроператорами или какими-то агентствами маленькими в магазине без согласования с туристами. Это самый главный пунктик в этом правиле. То есть, если туристическое агентство в этом туристическом сезоне последующих во время оказания услуг, которые они предоставляют своим клиентам, получают выгоду в обмен на определенные действия, ну, условно, привезли туристов, им дали процент или откат какой-то, когда туристы сделали покупки в магазине, и магазин за это заплатил, это и туристическая компания. И это, если происходит без ведома и одобрение клиентов, документы этой туристической компании, которая привезла туристов в этот магазин, они будут аннулированы, и у них запрет на работу в туризме в течение пяти лет. Очень хорошее, на самом деле, реальное наказание. Казалось бы, будет работать история. Но, по мнению экспертов в сфере туризма здесь, в стране, эта поправка носит, на самом деле, формальный характер. Ключевая фраза там была, да, согласование без ведома туристов. Потому что места шопинга и экскурсий в Турции, куда завозят туристов на различные там фабрики, магазины, производства и так далее, там, где они были, они, к сожалению, уйти оттуда или там как-то удалиться так не смогут туристы. Потому что предварительным вот этим согласованием поездки, согласованием маршрута может стать даже простая памятка, брошюрка, вот этот текст со звездочкой внизу информационный, где там будет мелким шрифтом написано о том, что также может быть осуществлен завоз, там, не знаю, в магазин, там, или еще куда-то на какое-то производство и так далее. То есть та же оставленная на сидении в автобусе брошюра, информирующая, что будет заезд туда-то, это уже в одностороннем порядке снимает эту ответственность с этой туристической компанией, они информировали. Вот такие правила. Президент Турции Эрдоган принял в Анкаре премьера Казахстана Бектенова. Обсуждена была текущая ситуация в регионе, в частности, вокруг самого сектора газа, естественно. Вся эта тема у нас сейчас дальше пойдет. Эрдоган отметил на этой встрече, что есть огромная значимость отношений к Турции и Казахстана, особенно в оборонной промышленности, в борьбе с терроризмом, в торговле, естественно. Ну, то есть такая, как всегда, встреча на продление дружбы, общения, торговых взаимосвязей. Также Эрдоган и его немецкий коллега Штайнмайер, они встретились в Стамбуле, провели двухстороннюю встречу открытую, обсудили очень много всяких нюансов, аспектов вот этих взаимодействий и отношений, включая там безопасность, экономику, торговлю, взаимодействие экономическое и культуру. Больше всего внимания было уделено намерению углублять взаимоотношения между странами, сотрудничество различное и также, кстати, в области оборонного производства, защиты и так далее, туризма в том числе. Но при этом особое внимание уделили они общению на тему гуманитарных отношений, культуры, то есть на диаспору турецкую, которая живет в Германии, на поддержание этой диаспоры со стороны немецких властей. Скажем так, была отмечена благодарность о взаимодействии и помощи Германии во время землетрясения, которое год назад было. На самом деле президент Германии прибыл на один день раньше, и президента Турции Эрдогана на тот момент в стране не было, он был в другой поездке в Ирак, я сейчас пониже расскажу. И его встретил и Крема Мамулу, мэр Стамбула, действующий сейчас, которого недавно переизбрали. Он провел с ним день, было видео в соцсетях, как они там резали кебаб. То есть условно он перехватил эту пальму первенства. Я не знаю, это такой мини-политический скандал внутри в политике в стране. Насколько это было согласовано, мне не ясно. Но, скорее всего, конечно, в этом не допустили подобное поведение. То есть президента нет, прилетает президент-представитель другой страны, по нему мэр города, ну, куки оппозиционный мэр там встречает. Они там фотографируются, гуляют, режут кебаб. Потом эту историю с кебабом протроллили со стороны президента. И когда уже был на следующий день встречи президента двусторонняя с президентом Германии, на званом ужине, показушно, были видео в интернете, был, короче, опять же, кебаб, его там резали, то есть условно протроллили эту историю, не оставили, не замечу. Ну, тонкая политика, тонкие подколы. И где же в этот момент у нас был президент? Президент у нас был в Ираке. Это была его встреча за последние, вроде бы, даже 12 лет. Вот в этой поездке приз турецкого лидера сопровождал практически весь Кабмин Турции. Это была важная встреча, обсуждены двусторонние отношения вокруг истории сектора газа, само собой, это всегда. Региональные, глобальные вопросы и борьба с терроризмом, конечно же. Потому что Турция сейчас в последнее время, история после Крокуса. Это очень важно. Тема терроризма, задержания различные крупные по Турции происходят. Всю эту историю с терроризмом и подпольем вот этим хорошо сейчас трясут. А теперь к внутренним социальным проблемам в стране. Стоимость обучения в Стамбульском университете Кюльтур была увеличена на 150% единовременно. Это колоссальная цифра, и студенты, в свою очередь, устроили сидячую забастовку. Но помимо этого, 23 апреля, во вторник, был День национальной независимости и День детей в Турции. Это день просто праздника детей, и детям здесь все. Концерты, выступления, подарки, линейки праздничные в школах. Выходной день, 23-е число в учреждении они работали. И по случаю праздника каждый год в разных городах, в частности в Кайсере, дети попробовали профессии взрослых. В Кайсере это была профессия полицейских. Дети следили за дорожным движением, проверяли водительские удостоверения, там давали замечания водителям, типа, пристегнуться нужно и так далее, проверяли их документы. Потом, конечно же, получили черепитие, подарки, внимание от полиции провинции, где это происходило. Также в этот момент, типа, меняются в этот день профессиями очень часто. В школах это происходит либо на следующий день, 24-го числа. В целях, скажем так, пиара, если так можно выразиться, очень часто в правительстве дети приходят на место министров в парламенте, заседают в этот день, пробуют работу президента и так далее. В медицине тоже очень часто, да, вообще, в принципе, во всех сферах деятельности. Если школа, то это дети занимают места учителей в классе, проводят уроки или классные часы вместо директора, президента класса. Ну и, в общем, все в таком роде. Прикольная, интересная традиция. Хотелось бы закончить новость на этой позитивной ноте. Еще у нас праздники. Это День Матери грядущий, скоро уже в мае месяц, через парочку недель. Тоже большой праздник, День Матери особенный. Мне кажется, он отмечается побольше, попраздничней, помпезней, чем 8 марта. Потому что вот я бы назвала, что по ощущениям и эмоциям, вот 8 марта в странах наших СНГ и в России в частности, это День Матери в Турции, когда женщинам и матерям, в частности, огромное внимание, подарки, любовь, цветы и все, что с этим связано. Желаю вам хорошего настроения. В следующем видео новостей встретимся с вами снова. Пишите обязательно комментарии под этим видео. Это очень продвигает продвижение канала, развитие его. Приходят новые подписчики. Я очень вам признательна за это. И в инфобоксе под видео ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь. Всем пока.